Тем временем казахстанцы продолжают бурно обсуждать проект кодекса о здоровье. Напомним, документ сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Предметами спора стали нормы о вакцинации населения и презумпции согласия на посмертное донорство. Разработчики уверены, ничего антинародного в проекте кодекса нет. А новеллы направлены исключительно на совершенствование системы здравоохранения Казахстана. Доводы и тех и других выслушал Тимур Казагулов. Резкие высказывания в адрес проекта кодекса о здоровье заполонили соцсеть. Особо обсуждаемыми стали всего два пункта кодекса – вакцинация и трансплантология. И самыми критикуемыми стали вот эти изменения. В новом кодексе предусматривают нормы, по которым за отказ от прививок могут лишить посещение ребенка дошкольного учреждения или школьного учреждения. А также могут начать процедуру лишения родительских прав. При этом врач ссылается на пункт 4-й 152-й статьи проекта кодекса. Выдержку из документа Каиргали Конеев прислал в редакцию. При отказе законных представителей несовершеннолетних, либо недееспособного лица от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни и сохранения здоровья указанных лиц, медицинская организация вправе обратиться в органы опеки и попечительства или в суд для защиты их интересов. Но заявления кандидата медицинских наук опровергают разработчики кодекса. Мол, в указанном 4-м пункте речь идет вовсе не о вакцинации, а о ситуации, когда родители отказываются, к примеру, по религиозным причинам, от экстренной госпитализации ребенка или переливания крови. И такие прецеденты в стране уже были. Кстати, формулировку в проекте кодекса потому и исправили. Не для спасения жизни, а при угрозе жизни. Можелесмены категорически утверждают, лишать родительских прав за отказ от прививок никто не собирается. Да и посещать детские сады непривитые дети тоже смогут. Но с оговоркой. Дети будут допускаться в детские сады с условием, если в данной организации коллективный иммунитет составляет 95%. Если родители не вакцинировали своих детей, что они будут очень жестко наказаны вплоть до лишения родительских прав, в законопроекте такой позиции, именно такой статьи тоже не имеется. Противники предлагаемых изменений уверяют принудительная вакцинация, нарушение гражданских прав и права выбора. В Минздраве же уверены, отказ от прививок это тоже нарушение прав ребенка на охрану его здоровья. Это, кстати, прописано в Конституции Казахстана и Конвенции ООН. Перед тем, как его внесли в парламент, был обсужден более 10 раз широкими массами с экспертами системы здравоохранения. Было проведено заседание фракции Нур-Отан. Кроме того, были проведены онлайн-совещания. Более пяти раз данный кодекс был выложен на портал «Открытые документы». Около трех тысяч разных рекомендаций пришли от наших граждан по улучшению системы здравоохранения, которые были обсуждены на уровне рабочей группы. Возмущает родителей количество обязательных вакцин. Их число может вырасти. Но, пожалуй, самый волнующий вопрос – качество. И он объединяет и тех, кто против вакцины, и тех, кто за. Парламентарии и разработчики же отвечают. Проект кодекса «Напротив» предусматривает ужесточение ответственности за некачественные препараты и усиление контроля за закупом вакцин. «Ужесточены требования к качеству вакцины. Начиная от производителя, ввоз в страну, транспортировка, хранение». Еще одна норма кодекса о здоровье тоже вызвала резонанс среди общественности – посмертное донорство. Очередной фейк. Органы намерены вывозить за пределы Казахстана для иностранцев. На деле же кодекс регламентирует пункт, который разрешит вывоз органов за границу, но только для нужд казахстанца, который сейчас проходит лечение за пределами страны. Каждая страна, во-первых, должна обеспечить донорство органами своих граждан. И если мы сейчас это у нас не будем развивать, то мы даже за большие деньги не сможем нигде такую операцию себе сделать. И презумпция согласия на донорство действует в стране уже 11 лет. После принятия новой редакции предполагается, что каждый гражданин по-прежнему автоматически соглашается быть донором, если, что важно, не оформляет отказ при жизни. Таким образом появится реестр несогласных. «Мы сейчас немножко стали забывать о том, что сама цель донорской транспортации – это спасение людей, которые нуждаются в этой операции и которым эта операция жизненно необходима, которая дает единственный шанс остаться жить». И похоже, что каждый новый пункт предлагаемого кодекса нуждается в тщательном разъяснении и не менее тщательной работе депутатов. «Например, в одном месте пишутся меры по предотвращению искусственного поддержания жизнедеятельности, а в другом месте пишут, что эвтаназия запрещена. Прекращение, предотвращение искусственного поддержания жизнедеятельности – это и есть пассивная эвтаназия. Таких казусов в новом кодексе очень много, и это указывает на то, что кодекс создавался в спешке». Репетиция против кодекса стала, пожалуй, самой масштабной – около 150 тысяч подписей. Появилась в интернете и другая петиция уже за новый кодекс. Но то, что изменения в здравоохранении страны нужны, согласны и противники кодекса, и его сторонники. И тут, пожалуй, главный принцип – не навреди. Тимур Козагулов. Итоги дня.